Еще одну интересную особенность нашей квартиры, хочу сказать. У нас, конечно, есть кран горячей и холодной воды, то есть горячее водоснабжение как бы есть. Ну, естественно, здесь оно не централизованное в этих странах. Только в наших странах центральное отопление и горячее водоснабжение. Здесь, конечно, такого нет. Здесь вы можете видеть, на всех крышах стоят бойлеры. Сейчас я поверну. Так, вот бойлеры на всех крышах. Где еще? Ну, так вот, естественно, и в нашем доме также стоит бойлер. И мы первое время никак не могли дождаться, когда пойдет горячая вода. Спросили, как включить горячую воду. На что хозяйка сказала, вот там есть рубильник, показала, где его врубать. Ну, все, поставили рубильник на он, а горячей воды нет. И где-то на второй или третий день она говорит, я забыла вам сказать, что у нас горячая вода есть только тогда. А, нет. Когда нет солнца, тогда нет горячей воды, сказала она. То есть, а, вот там бойлер стоит на той крыше. То есть, получается, и сразу же вспомнила наши дачи в Актюбинске, где у нас люди на крышах, ну, строят такую душевую кабину, такой сарайчик. На крышу устанавливают черную емкость, ну, бочку черного цвета, которая ловит солнечное излучение. И вода нагревается просто вот под прямыми солнечными лучами, без всяких. Очень простая система. Я сразу подумала, что у нас, наверное, тоже такая же система. Ну, там, конечно, немного посложнее все идет еще через, наверное, солнечную батарею. Я этого до конца не знаю. Но я не думаю, что прям до такой степени здесь так все просто. Но это факт, да, когда у нас хмурые дни, воды горячей из крана не дождаться. И хозяйка дала нам чайник, сказала, грейте воду, мойтесь. Ну, в общем-то, для меня не проблема нагреть воду и помыться было бы где это делать. Ну, то есть, я имею в виду спокойно плескаться водой. Этого уже достаточно. Ну, а что вы хотите? 250 долларов. Вот где есть горячая вода и которая сразу нагревается, как ты включаешь рубильник, у тебя сразу уже не нужно никакое время, сразу же идет горячая вода. Такие апартаменты стоят 500 рублей. Ой, 500 долларов в месяц. Есть на канале, посмотрите. Так что вот такая система. Друзья, показываю вам макияж. Макияж, жутейший. Так, хочу показать, что ресницы у меня золотые. Видно или нет? Мои поехали за фруктами. Ты что, какаешь? Хе-хе-хе. Ты что, крестишь? Меня, меня прикалывается, меня дразнит. Я ей говорю, ты что, какаешь? Он начинает лохат. Ну, иногда правда, на самом деле, какает. Пардон за такую подробность. Если кто кушал, тысячу извинений. Дорогие друзья. А вы понимаете, почему гологи же любят снимать себя в таком ракурсе? Ну, почти в таком, да? Чтобы свет непосредственно падал на лицо, под прямым углом. Камера находилась намного выше вас. Ну, вы же понимаете, почему, да? Потому что волнецца красиво получается. Все вот эти, все лишнее с лица утекают туда. У меня, смотрите, глаза не так выразительные, как обычные. То есть, не оконтуренные. Потому что на мне ресницы. Потому что ресницы покрашены золотой тушью. То есть, если бы была черная тушь, глаза были бы более оконтуренные. Пыталась сегодня сделать, потренировать, попробовать найти новый макияж. Но все сводится к той же схеме. Хотя нет у меня контура, стрелочки. Все равно как-то макияж такой же. Так, если я не буду выпендриваться, то ставлю камеру вот так. То есть, тоже смотрю вверх, но уже цвет падает не так. И это уже не очень красиво, да? Подчеркиваются ненужные рельефы лица. Лампу надо выше расположить. Вернее, ниже, так, чтобы свет падал под прямым углом на лицо. Так, ну а так вообще некрасиво. Вот так. Так, и надо перестать рожи корчить. Мама всегда мне говорит, с детства говорит. С детства меня ругала, чтобы я не корчила рожи, не морщила лицо. Это действительно было бы хорошо. А я вот как-то не боюсь не быть красивой. То есть, я не зациклена на том, чтобы быть красивой. Потому что, мне кажется, я красавицей не считала. И вот результат. Могла бы быть красавицей. Ходить с расправленными плечами. С прямой спиной. Да, с хорошей, правильной осанкой. С осанкой красавицы. И была бы действительно красавица. Я это особенно остро заметила, снимая влоги в экшн-камеры в Бангкоке. Я как-то, ну, знала, что да, я сутолюсь, что хожу немножечко в развалочку. Но здесь увидела особенно остро. И как же это, такая осанка и такая походка добавляют возраста. А ведь, ну, вернее, они, вернее, глядя на меня, вы делаете скидку. Но она же в возрасте, поэтому у нее такая осанка, такая походка. А я подозреваю, что я и в 30 лет, и гораздо раньше ходила с такой осанкой, и с такой походкой. Но поскольку себя не снимала на камеру, поэтому не видела. Вот, так что дело в нем возрасте. Сандома подтвердили. Действительно, это так. Ну, хотя, конечно, мы уже однопастники друг друга не помним. Со школы кто-то ходил. И, конечно, в школе это было не так. И, тем более, что в школе я всегда была, страдала от того, что я выгляжу гораздо младше. Вообще, никак не могла повзрослеть. В кино не пускали до 16 лет. Ну, в смысле, на фильмы, на которых детей до 16 лет не пускают. Смотрите, у нее что-то во рту. Ну, вот так вот ближе, к сожалению, не могу. Камера двигается в руках. И поэтому разрукассируется. А вот и раньше их не было. Они, видимо, от сырости заводятся. 29-ая, да? 28-ая еще. У меня уже это 29-ая. С утра вот такая погода. Спать хочется в такую погоду. Пока идешь, не чувствуешь, а как остановишься, так сон клонит. Хотя, по идее, я должна была бы выспаться. Ну, я проснулась в шесть. Сразу открыла любимый YouTube. В общем, если вы приехали ненадолго, конечно, вы не будете сидеть в отеле, ждать, когда выйдет солнышко. Вы выйдете вот так на берег, будете купаться, если умеете. Просто я там не умею плавить, поэтому я боюсь стоять вот так вот ловить волны. Хотя очень хочется. Ай, обратно сносят прямо, сносят. Не увидела я, что с теми девочками убежали. Вот. И вас не будет волновать, что нет солнца. Нет, конечно, очень у многих людей настроение зависит от погоды. Я, например, люблю ненастье наблюдать из окна. В общем, все равно, в любом случае, здесь гораздо теплее, чем дома в России. Дома минус 30, здесь плюс 30. Дома минус 27, здесь плюс 27. Разница существенная. Вот я надела рубашку, она тоненькая-тоненькая, из хлопка, и мне в ней жарко. Я иду и ругаю себя. Ну, с другой стороны, развела эту рубашку, надо ее носить. А когда еще случай представить? Вообще-то, обещают тайфу. Вот, наверное, он и идет. Вот, сейчас с порывом ветра снесло что-то. Мы же напротив площади, на которой сооружаются конструкции. Ты папа знаешь, когда запачкут, правда, не работают. Еще еще. Возьми, я так, уголочкой попробую. Смотри. В общем, что-то снесло, какую-то конструкцию. И что-то бросило на людей прямо. И людей оттуда, как волной смыло. А до этого волной смыло. Некоторых людей. Но не в море, а на берег. Вот. ВОЛНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...